В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения Михаила Митрофанова. Почему его имя присвоили одной из улиц на северной стороне города, а у входа в Наташинский парк установили бюст на гранитном постаменте. Об этом расскажет Богдан Колесников. Михаил Николаевич Митрофанов – водитель из Люберец, который ценой собственной жизни предотвратил гибель пассажиров рейсового автобуса. О подвиге своего земляка люберчане знают. Была авария автобусная, он спасал пассажиров примерно так. Это человек, который пожертвовал своей жизнью и спас людей, которые находились в автобусе, у которого отказали тормоза. Он лег под автобус и защитил всех людей. И он, ну не знаю, по-моему, то ли он взял, чтобы подложить под колеса, и погиб. Дети знают. Ну, бывают же люди, теперь таких нет. Михаил Митрофанов спас жизни 72 пассажиров. Трагедия произошла в декабре 1965 года на Старом мосту, который соединял северную и южную части города. Приказом Президиума Верховного Совета СССР люберчанин награжден орденом Ленина посмертно. Через месяц после случившегося улицы Красногорской, которая ведет к Наташинским прудам, присвоили имя героя. А у центрального входа в парк установили памятник, выполненный скульптором Алексеем Портянко. К 95-летию со дня рождения Митрофанова люберецким депутатам удалось разыскать могилу героя, которая многие годы находилась в запущенном состоянии. В первую очередь, это большое спасибо работникам кладбища, которые системно занимаются анализом тех могил, которые брошены. По каким-то тем или иным причинам не приходят родственники. Поставили табличку памятную, которая рассказывает историю этого подвига. Я думаю, что на кладбище появятся указатели, которые будут к тем могилам делать направление, чтобы наши люберчане могли прийти и почтить память, навестить могилу наших героев. На старом Люберецком кладбище захоронено более 50 тысяч человек. Здесь нашли свой последний покой герои Советского Союза Леонид Агеев, Иван Скорый, Фёдор Антонов, Георгий Павлов. Упокоились легендарный директор завода сельскохозяйственного машиностроения имени Ухтомского, герой социалистического труда Спиридон Попов, передовик производства Анастасия Макарцева, заслуженные учителя школы РСФСР Валентина Макаревич и Тамара Медведева, основатель больницы имени Ухтомского, заслуженный врач РСФСР Анна Грамолина, краевед Александр Белов. На третьем участке захоронен и Михаил Митрофанов. Убираем могилы, те, которые у людей не осталось родственников, но которые должны оставаться в нашей памяти, как вот Попов Спиридон Павлович, Митрофанов. Это и герой Великой Отечественной войны, и афганцы, и лётчики. Память о Митрофанове бережно хранят в Люберецком краеведческом музее и 11-й школе, где долгие годы работала пионерская дружина, носившая его имя. Герои бессмертны, пока помнят их имена. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.